В эфире программа «Ваши деньги» и сегодня разоблачаем путинских олигархов, которые обогащаются на войне. Разбираемся, зачем Кадыров расставляет своих родственников на все важные должности в Чечне и показываем шокирующую правду про криминального авторитета Махмудова, который подписал контракт с Минобороны и теперь безнаказанно обнуляет российских солдат, не согласных платить ему дань. Начинаем. СПОНСОРЫ РЕЖИМА Российские олигархи годами взращивали свой капитал, паразитируя на обычном народе. И позволял им это делать сам Владимир Путин. Некоторые из них сохраняют гробовое молчание или же пытаются оспорить введенные против них санкции, давая различные интервью и жалуясь на жизнь. Но в действительности российские миллиардеры зарабатывают огромные деньги на оборонных контрактах, производя в том числе оружие, которым убивают мирных украинцев. Приход Владимира Путина ознаменовал в 2000 году приход с ним же во власть огромное количество его дружков, которые стремительно стали богатеть и становиться миллиардерами. Синченко, Ковальчуки, Рутенбергии и остальные. Они являются основными же бенефициарами войны, потому что они сели плотно на российский бюджет. Они занимаются военно-промышленным комплексом. Кто и как поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину? Издание «Проект» провело исследование. Начнем с того, что олигархи делали 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали активно атаковать украинские города. И нет, они не стали осуждать Путина и его прихвостней за решение начать войну, а приехали на встречу с диктатором в Кремль. Наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях. На вызов кровавого царя приехало 37 крупных бизнесменов. Среди них были замечены Вадим Мошкович, Александр Дюков, Алексей Мордашов, Игорь Сечин, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин и еще много других. Своим присутствием они уже поддержали кремлевского диктатора, а некоторые из них начали активно работать на военно-промышленную машину РФ. Давайте вспомним одно из лишних преступлений армии России в начале полномасштабной войны. Окупанты ударили по драмтеатру в Мариуполе с надписью «Дети» авиационными бомбами ФАП-500. В момент атаки в помещении пряталось больше тысячи напуганных мариупольцев. Сотни из них погибли. Еще пару раз добавили потом пометки какими-то более мелкими снарядами. ФАП-500, которым Россия убила невинных украинцев, изготавливают на заводе имени Свердлова в Нижнегородской области. Выпуск данного вида продукции сейчас является стратегической задачей для России. Эта бомба требует огромное количество взрывчатки. И компоненты к ней на завод Свердлова поставляет компания «Сибур», которая принадлежит друзьям Путина – Геннадию Тимченко, Леониду Михельсону и бывшему зятю Кириллу Шамалову. Кроме того, эта компания выполняет контракты для Каменского комбината и Пермского порохового завода. Именно там собирают самые опасные снаряды для градов и смерчей, которые буквально выжигают целые кварталы и районы. Для производства бомбы ФАП-500 также нужен алюминиевый порошок. И его с большим удовольствием поставляет скандальный олигарх Олег Дерипаско. Кроме того, он причастен к военно-промышленной компании, которая производит бронетехнику, поставляет другим заводам колесные базы, различные комплектующие и ремонтирует технику для оккупантов. К производству ракет «Калибр», которыми ежедневно враг терроризирует украинцев, причастный Виктор Вексельберг. Его компания поставляет алюминий. А Виктор Рашников продает ракетному заводу железо, чугун, сталь и ферросплавы. За это он даже получил награду от Путина. За особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Рашникову Виктору Филипповичу. Кроме Рашникова, металл российскому ВПК поставляет Алексей Мардашов. Свою продукцию он продает и на завод из производства автоматов, и подводных лодок, и ракет. На убийствах украинцев зарабатывает еще один путинский прислужник Алишер Усманов. Его предприятие выполняет десятки заказов для Министерства обороны РФ. Заготовки для стрелкового оружия, танков и бронетехники. При этом олигарх дает различные интервью западным изданиям, в которых пытается уверить общество, что не причастен к войне России против Украины. Я не политик, я не олигарх, я вообще не при делах. И это лишь небольшая часть данных о контрактах между предприятиями путинских олигархов и Министерством обороны РФ. В реальности количество поставок и заказов в разы больше. Все они, естественно, хотят каким-то образом заработать или как минимум сохранить свое финансовое благосостояние. Поэтому многие из них, подавляющее даже большинство, я бы сказал, активно включились в путинскую эту преступную войну и стали ее поддерживать. То есть путинская система работает. Каждый российский бизнесмен, участвующий в преступной войне против Украины, должен понести не меньшую ответственность, чем диктатор Путин. Ведь они – часть крупной российской террористической машины. Прикрываясь войной против Украины, Путин устроил внутри страны большой передел собственности. За последние два года он национализировал, отжал у бизнеса несколько сотен крупных предприятий. Убытки исчисляются триллионами, но правды искать в России негде. У кого что отжали и кому приготовиться – показываем. Помните бабушку с красным флагом, которой оккупанты поставили памятник в Мариуполе? На самом деле, это не единственное свидетельство того, что Россия возвращается в СССР. Еще одним трендом Российской Федерации стало возвращение в государственную собственность частного бизнеса. И это не автомойки и ларьки с шаурмой. Это огромные корпорации с миллиардными активами. В общей сложности только за прошлый год прокуратура через суды национализировала активы на сумму больше триллиона рублей. Отчитывался Путину в марте глава ведомства Игорь Красноп. Речь идет о десятках компаний, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны. Что же случилось? Почему за последний год под контроль государства перешли три завода Челябинского электрометаллургического комбината? Почему был национализирован крупнейший в России производитель вина Кубань? Почему в марте 2024 года прокуратура РФ потребовала национализировать крупнейшего в России производителя макарон Макфа? Разбираемся. Вот что произошло с ЧМЭК – Челябинским электрометаллургическим комбинатом. На ЧМК начали остановку цехов. Через неделю на стоп полностью поставят электродное производство. Чиновники и собственники предприятия приступили к выполнению поручения президента. Что же случилось? Почему сам Путин приехал в Челябинск и приказал остановить завод? Во время визита в Челябинск Владимир Путин поддержал инициативу о выводе электрометаллургического комбината за пределы Челябинска. Главная причина, по словам губернатора, отказ собственников предприятия снижать количество вредных выбросов. И губернатор Челябинска тоже горой встал за чистый воздух и здоровье жителей города. Я много раз говорил, что мы, если понадобится, заставим предприятия заниматься экологией и сделаем Челябинск экологически благополучным городом. Ну послушайте, все ведь знают, что российским властям плевать на экологию. Они не закрывают норильский никель, который травят горожан выбросами. А также сотни других предприятий, из-за которых сотни тысяч россиян умирают от рака и астмы, пока купленные губернаторы закрывают глаза на катастрофу с экологией в их регионах. Нет, все работает. А ЧМЭК нужно закрыть и забрать у владельца? Полиция допросила бизнесмена после изъятия предприятия ЧМК в пользу государства по решению суда. Акции трех предприятий, самого Челябинского электрометаллургического комбината, а также Серовского завода ферросплавов и компании Кузнецкие ферросплавы сменили владельца по требованию генпрокуратуры. Основанием стала незаконная приватизация предприятия в 90-е годы. Ах, вот оно что. В 90-е годы комбинат незаконно приватизировали. Все заводы и нефтяные компании России приватизировали согласно букве закона. А вот с Челябинским электрометаллургическим вышла ошибка. Очевидно, что под предлогом борьбы за экологию или с незаконной приватизацией в России можно отобрать любой завод. Абсолютно. Но отобрали именно ЧМЭК. Почему? Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать, сказал Классик. Российские чиновники больше не хотят взяток и дани с владельцев заводов. Они сами хотят владеть этими заводами. И начали с Челябинского электрометаллургического. А еще с крупнейшего в России производителя вина Кубань. Его отобрали у Александра Арестова, партнера Юрия Антипова, владельца Челябинского электрометаллургического комбината. Просто в 2020-м они разделили бизнес. Антипову отошли металлургические заводы, Арестову, активы в виноделии и пищевой индустрии. А еще оба уже несколько лет не живут в России. И, очевидно, стали слабым звеном в пищевой цепочке, где чиновники поедают бизнесменов. Большие претензии к собственникам, активов МАКФы. К господам Михаилу Юрьевичу, бывшему мэру Челябинска и экс-губернатору Южноуральщины. И его партнеру по макаронному бизнесу Вадиму Белоусову. Экс-депутату Госдумы трех созывов. МАКФа – лидер российского рынка по производству макаронных изделий. И, видите, он принадлежит пока еще двум бывшим российским чиновникам. И это очевидно. Стал депутатом, украл денег из бюджета, купил завод. Обычная история. Что же так возмутило российские власти? По версии прокуратуры, Юрьевич создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов, переоформив их на своих родителей и сына. А также товарища и делового партнера Вадима Белоусова. Последний в схему номинального владения коррупционными активами. Вовлек супругу, дочь с мужем и даже тещу. Боже, какой ужас. Чиновники записывают имущество на родственников. Если это в России преступление, то скорее арестуйте губернатора Приморья Кожемяка, у которого сынок владеет рыболовецкой компанией, а жена входит в женский список Форбс. А еще можно арестовать Путина. На его сожительницу Кабаева записаны активы на миллиарды рублей. А еще сын Валентины Матвиенко владеет бизнесами на миллиарды. А сын Дмитрия Медведева тот еще миллионер. И так до бесконечности. Ответ снова прост. Владельцы МАКФы тоже уже не проживают в России. И не могут защитить свой бизнес. Они тоже слабое звено. В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации. Мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече. Самое печальное, что многие россияне верят в эти сказки. И в информационное поле начинают вылазить дурачки. Которые даже не жили при СССР. И которым мама не рассказала, как вставала в 6 утра, чтобы занять в магазине очередь за низкокачественной копченой колбасой. Одно из самых одиозных, ненавистных слов для нашего народа является слово приватизация. С приватизацией россияне столкнулись после ликвидации Советского Союза. Ну конечно. А почему джинсы, которые ты носишь, телефон, по которому ты звонишь, и машина, на которой ты ездишь, сделаны как раз в странах, где почти все приватизировано? И новое руководство России решило народные предприятия и заводы передать в частные руки. А из уст инициаторов этих идей изучала примерно такая риторика, что заводы и предприятия под руководством государства работают плохо, неэффективно. А вот если их передать частникам, то есть будущим олигархам, то будет просто взрывной экономический рост. Именно благодаря тому, что когда-то руководство России так решило, ты имеешь возможность снимать это видео, уважаемый. Ты смог заработать на iPhone или Samsung, на который сейчас себя снимаешь. Но скоро заводы и фабрики в России опять перейдут в руки государства. Точнее, людей, которые его захватили. И тогда россиян снова ждет пролетарская романтика. Заводская проходная, очередь на автомобиль «Москвич» и профсоюзная путевка по Золотому кольцу. Но это если ты много и напряженно работал. Зато в Чечне все стабильно и хорошо. По крайней мере, в семействе Кадырова. Он продолжает одаривать наградами, ценными подарками и должностями своих детей, братьев и прочих родственников. Из последнего – орден мужества для мажора-племянника, подписанный лично Путиным. Интересно, что это не просто тщеславие и бравада. Кадыров поднимает из грязи в князи и расставляет на все важные должности в Чечне своих ближних и дальних родственников не просто так. А зачем? Объясняем далее. Золотые дети. Глава Чечни Рамзан Кадыров отдаривает своих детей не только роскошными домами, элитными яхтами и автомобилями. Он еще и раздает своим ближайшим родственникам влиятельные должности и престижные награды. Присваивается звание Героя Чеченской Республики Кадырову Адаму Рамзановичу. Так, местный диктатор вручил своему племяннику 27-летнему Хамзату Кадырову орден мужества. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Точные причины награждения неизвестны. Но, несмотря на это, Путин подписал указ и по факту дал добро на вручение ордена родственнику Кадырова. И это не первая награда племянника Кадырова. В 2023 году ему вручили орден за заслуги перед Отечеством, второй степени, а также присвоили звание Героя Чечни. Всю свою успешную карьеру Хамзат Кадыров построил благодаря семейным связям. Глава Чечни сделал своего племянника министром имущественных и земельных отношений региона, а также помощником по силовому блоку. Родные дети господина Дон-Дона также не в обиде. Например, недавно Кадыров подарил своей второй дочери Хатиджат должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. Такая ответственная работа досталась довольно-таки молодой девушке. 17 января ей исполнилось всего 24 года, и уже в столь юном возрасте она успела побыть в роли великого начальника. Ранее Хатиджат работала руководителем департамента дошкольного образования Мэрии Грозного. И даже получила звание «Заслуженный работник в социальной сфере». Старшая дочь Кадырова Айшат в октябре 2023 года стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам. До этого она работала министром культуры Чеченской республики, где получала зарплату в 44 миллиона рублей в год. Это больше 3,5 миллионов рублей в месяц. Чечня на самом деле получает огромные дотации от Москвы. И, конечно, Кадыров перераспределяет эти деньги, в том числе и в пользу своих ближайших родственников. И в то время, как дети Кадырова получают миллионы, средняя зарплата в Чечне – 20 тысяч рублей. Также в ноябре прошлого года старший сын Рамзана Кадырова Ахмат стал первым заместителем главы Республиканского министерства физкультуры, спорта и молодежной политики. Юнцу всего 18 лет. Еще раньше началась карьера младшего сына диктатора – Адама. Ему всего 16 лет. И он уже стал героем Чечни. Присваивается звание Героя Чеченской Республики – Кадырову Адаму Рамзановичу. Более того, подростка назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Интересно, что по действующему законодательству России лицо, занимающее государственную должность, должно иметь специальное или высшее образование и достигнуть совершеннолетия. Кроме того, закон запрещает ставить на посты своих близких родственников. Но Кадыров плевать хотел на законы, а Путин позволяет ему так поступать. Есть, собственно, прямой запрет на назначение своих детей, ну, своих ближайших родственников, скажем так, в свое подчинение. Но, что называется, когда мы говорим, что Кадыров – местный царек, то это имеется в виду в том числе, что и законы для него не писаны. Всего у Кадырова 14 детей, и каждый из них получит от отца жирную должность в подарок. А все потому, что глава Чечни возомнил себя царем региона. И чтобы не потерять власть, он пытается окружить себя родными людьми. Но он пытается максимально укрепить свой план, максимально сделать так, чтобы хотя бы какая-то часть не его родных осталась на руководящих должностях после того, как он уйдет. С таким больным руководством у народа Чечни нулевые шансы на перспективное будущее. Племянники, сыновья и дочери Кадырова купаются в золоте, пока обычные люди сводят концы с концами. Наводнив российскую армию криминальными элементами, Путин с Шойгу фактически дали карт-бланш всевозможным рецидивистам на установление своих преступных правил. Например, одним из отрядов Шторм-Зет руководит криминальный авторитет из Волгограда Махмудов, осужденный ранее на 18 лет за убийство. Махмудов на зоне подписал контракт с Минобороны, вышел и снова за свое. Мародерствует и убивает российских же русских солдат, которые не хотят делиться с ним деньгами. Как Махмудов, другие такие, как он, зэки и главные военачальники обнуляют российскую армию. Эксклюзивная история в нашем эфире. Этого парня зовут Денис Бикинин. Он военный и сейчас находится в Украине. Точнее, прячется в Украине. Он дезертировал из своей части. Мы, получается, ушли четвером. Двоих, которых поймали, они разделились с нами, чтобы мы не тусовались толпой. Он, бывший заключенный, отбывал срок в исправительной колонии номер 12 в Нижнем Новгороде. Откуда, подписав контракт, попал на войну в Украину, где увидел много нового. Тамбат всех построил, в итоге поставил всех взводников на колени. Выстрелил в троих тувинцев. Вот. Ранил в троих тувинцев. Ну, так сказать, нарушил дисциплину все наши роты. Нарушить дисциплину – это, по мнению комбата, не выполнить его приказ. А приказы у командира батальона своеобразные. Заставляли, так сказать, у солдат, которые тоже призвались оттуда с лагерей, у них вымогать деньги, собирать, отдавать это все комбату, покупать там технику всякую, в плане машины и прочее, оставлять это все там. Но кроме банального вымогательства денег, здесь также процветают и другие виды криминального бизнеса. Алкоголь, спиртное, наркотики, там трава, всякое прочее. Это все продается в соседней, получается, но там в соседних ротах продается. Она прям вот и 50 метров пройти, спуститься – это все у них в руках. Этот солдат даже не знает фамилии своего командира, только позывной. Впрочем, очень красноречивый. Мы, получается, прикреплены к 21.005 воинской части, а сами мы служим на полигоне здесь, на Новой России, получается, где поселок Лутугино, 74-й батальон, 10-я рота. Фамилии, отчества не знаю, позывной только знаю, без всего. В батальоне, в котором служит Бикинин, много заключенных. Он рассказал об этом активисту проекта «Ньюс Оппозишн». Самое ужасное, что командуют этим подразделением уголовники. И вымогательство и угроза убийства для них – это вполне нормально. Кто отказывается платить деньги, того отправляют в самое пекло. За малейшее нарушение дисциплины солдат не лишают увольнения или ставят в наряд. Здесь применяют совсем другие методы воспитания. Троих просто избили, короче, они сейчас переломаны. Ну, ребра переломаны у одного, у другого тоже там ссадины огромные. Прям покалечили его, травмировали его. Никуда не отвезли, ни в госпиталь, никуда. Просто он сейчас там лежит с поломанными ребрами. Наказание можно избежать. Если есть деньги, и ты готов платить. Комбат с позывным «БЕС» так и сказал. Назначьте людей, кто будет собирать во взводах деньги. Один будет ответственный за кассу, кто в роте будет собирать эти деньги. Вот. И потом это будет уже передаваться ему. Вам интересно, какую сумму собирает «БЕС»? Просто озвучивалось то, что, ну, там, по пять, по десять тысяч человек. А пять взводов по двадцать два человека, сто восемь человек вообще в роте осталось. Было сто десять, двоих, получается, комиссовали. Сто восемь человек помножить на десять тысяч рублей. Это больше миллиона за один раз. И все это подается кремлевской пропагандой, как героическая и славная российская армия. Командиры сажают военных в тюрьмы-ямы, устраивают публичные казни, массово отбирают зарплаты у солдат, вымогают деньги с родственников. Данное подразделие несет огромные потери. Денис Бикинин рассказал, что случилось в тот день, когда он решил убежать из части. Драка в другом взводе, получается, в медицинском взводе. В это время все, комбат уже встает, просто заряжает автомат и просто начинает, говорят, все строятся. Толдат решил не испытывать судьбу. Комбат по прозвищу «Бес» с автоматом в плохом настроении. Кто знает, кому сегодня он прострелит ногу или голову. Что делать дальше, дезертир пока не знает. Очень большое количество штурмовиков и военнослужащих переходит на сторону Украины просто из-за того, что беспредел творится именно со стороны своих же руководителей, военных руководителей. Сейчас Денис прячется где-то в приграничном с Россией городе. Недавно его остановил российский патруль. И все обошлось. Я им просто рассказал, что якобы я сам из Украины здесь живу, но якобы с Ростова приехал сюда, здесь живу, якобы я гражданский. И все. Ну, то есть поверили в нас. А пока еще фотографий нас нету. Наших нету фотографий, не расклеенные они. А вот еще одно российское подразделение, воюющее в Украине. Точнее, это его витрина. Бывшие зэки, на которых надели военную форму. Это Шторм-Зет. Шторм – это серия штрафных воинских частей, созданных Россией в апреле 2023 года. Контракт с Минобороны на участие в отрядах Шторм заключается на срок от 3 до 6 месяцев. Их сформировали именно для ведения штурмовых действий. Такие отряды используются на самых уязвимых участках фронта и несут большие потери. Широко известны мясные штурмы, на которые бросают этих заключенных. Когда-то Евгений Пригожин записывал видео среди тел таких вот героев-штурмовиков. Данное подразделение несет огромные потери. Жизнь солдата не является ценностью, лишь расходный материал. Командиром штурмового отряда Шторм-Зет является бывший зэк Алиэддин Махмудов. Вот кадры восьмилетней давности. Алиэдина Махмудова ведут в зал Волгоградского городского суда. А вот с ним прощаются его друзья. Пока, Алиэдин. Давай, братан, все рядом. До свидания, господин Махмудов. Привет, от Махмудовна. Прощается, потому что он должен был выйти на волю очень нескоро. Волгоградский областной суд согласился с позицией государственного обвинения по доказанности вины, по квалификации действий лиц. Назначив Махмудову наказание в виде 17 лет лишения свободы. В августе 2011 Махмудов организовал нападение на волгоградского бизнесмена Сергея Брудного. Вот на видео киллер Махмудова стреляет в Брудного и его товарища Евгения Ремезова. Ремезов выжил. Брудному медицинская помощь не помогла. Махмудов не хотел сидеть свои 17 лет и подписал контракт с Министерством обороны. И когда головорезы Пригожинской ЧВК «Вагнер» покинули фронт, Алиудинов радостно рапортовал начальству о своей верности. На этих кадрах криминальный авторитет раздает своим подельникам медали. Награждается медалью за воинскую добле 2-й степени Коленов Аманджула Миноголевича. Но от этого суть не меняется. Эти люди совершили преступления в России, убив и ограбив россиян. Теперь они занимаются в Украине тем же самым. Убийством и грабежами. А еще грабят своих коллег. Кто послабее? Командиры сажают военных в тюрьмы, устраивают публичные казни, массово отбирают зарплату солдат, вымогают деньги с родственников. Вот она, бандитская вольница. Или, по-другому, русский мир во всей красе. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян, кроме олигархов, беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся еженедельно по вторникам в 18.00, только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова